МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Эй, отвлекись наконец от своей игры! Передача началась! Приветствую вас, дорогие мои юные математики! Совсем ты заигрался? Да, немного увлекся. Игра в пятнашки была очень популярна в годы моей юности. И еще популярнее лет за сто до этого. Ты что-то спутал. Пятнашки – это другая игра. Там нужно догонять друг друга. Нет, Циркуль, я ничего не спутал. Замечательная математическая игра в пятнашки, ее еще называют такиным, не имеет никакого отношения к играм-догонялкам. А спросил нас про нее Дима Сычев. Вот что он нам пишет. Вы рассказывали про кубик Рубика. Расскажите теперь, пожалуйста, про игру пятнашки. О, эта игра когда-то была еще более известна, чем кубик Рубика. Великий американский писатель Марк Твен так описал ажиотаж вокруг пятнашек. Вошла в моду новая игрушка-головоломка. От Атлантического океана до Тихого все население Соединенных Штатов прекратило работу и занимается только этой игрушкой. В связи с этим вся деловая жизнь в стране замерла. Ибо судьи, адвокаты, торговцы, рабочие, дети все с утра до ночи занимаются одним высокоинтеллектуальным и сложным делом. Думаю, Марк Твен преувеличил. Ну, разве что слегка. В те времена были случаи, когда штурманы сажали на мель свои корабли, увлекшись пятнашками. А машинисты по той же причине забывали остановить поезда у нужных станций. А, архи-пизитляющий! А почему сейчас эта игра не увлекается, раз она такая интересная? А вот эта вот циркуль напрямую связана с математикой. Но об этом чуть позже. Сначала поговорим немного о самой игре. Чтобы играть в пятнашки, нужны всего две вещи. Такая вот специальная коробочка с 15 фишками, пронумерованными от единицы до пятнадцати. Ну, или с девятью фишками, как в нашем случае. И, разумеется, необходимо умение мыслить логически. А в чем смысл игры? Как видишь, циркуль в поле 4 на 4, 15 фишек. И одно незаполненное место. В начале игры фишки расположены случайным образом. Цель игры – не вынимая фишек из коробки, упорядочить их по номерам. Желательно сделать это за наименьшее количество ходов. Ну и что тут сложного? Это проще, чем собрать кубик Рубика. И это, мой дорогой, не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Ее изобретение приписывают знаменитому американскому шахматисту и автору многих других интересных математических головоломок к Самуэлю Ллойду. Так вот, Ллойд предложил большую денежную премию из собственного кармана тому человеку, кто сумеет правильно расположить фишки в пятнашках из такого вот начального положения. Как вы видите, здесь только две фишки стоят не на своих местах, с номерами 14 и 15. Это предложение Ллойда еще больше увеличило интерес к пятнашкам. Ему что, денег было не жалко этому Ллойду? Я сам сейчас задачку эту решу. Циркуль, Ллойд был неплохим математиком и прекрасно знал, что его задача неразрешима. Значит, пятнашки вообще выиграть нельзя? Ну ты же только что собрал все правильно. Выиграть-то, конечно, можно, но не всегда. Сейчас мы разберемся с этим. Как ты думаешь, сколько вообще может быть начальных расположений фишек в нашей игре? Ну, не очень много, думаю. А по-твоему, сколько? Вот сколько. Ну, извините, так мало. А почему ты написал число 15 с восклицательным знаком? Эх, Циркуль, да потому что это факториал числа 15. Факториалом какого-либо числа называют произведение всех натуральных чисел от единицы до самого числа. В данном случае произведение чисел от единицы до 15. А сколько это факториал 15? Вот сколько. 1 триллион 307 миллиардов 674 миллиона 368 тысяч. Он архипетит лаище. И математики доказали, что ровно половина, то есть более 600 миллиардов этих случаев, неправильное расположение, то есть собрать пятнашки невозможно. И задача, предложенная Ллойдом, относится именно к этой половине. Миллионы людей во всем мире пытались решить задачу Ллойда, прежде чем стало абсолютно точно известно, что она неразрешима. И тогда интерес к пятнашкам понемногу стал пропадать. А можно как-нибудь заранее узнать, правильное у нас расположение или неправильное? Конечно. И это не очень сложно. Нужно всего лишь сосчитать беспорядки в нашей коробочке. Какие такие беспорядки? Беспорядком принято называть случай, когда большее число предшествует меньшему. Надо сосчитать все такие пары чисел. Ну, например, если в самом начале у нас стоит фишка с номером 15, то мы имеем сразу 14 беспорядков, потому что все остальные числа меньше. Ну и так далее. Так вот, если общее количество беспорядков четное, значит, головоломку решить можно. А если нечетное, то нет. Сколько беспорядков в задаче Ллойда, циркуль? Только один. 14 стоит уже после 15. Число один нечетное. И значит, задача не имеет решения. Очень советую вам, ребята, попробовать поиграть в пятнашки. Это замечательная игра. Ну а сейчас займемся геометрией. Геометрией. Сообщение нам прислал Саша Гвоздев, которому 9 лет. Вот о чем он нас спрашивает. Уважаемый профессор, летом я был с родителями на море. Там я насобирал много красивых раковин. Про некоторые из них папа сказал, что они имеют форму спирали. Объясните, пожалуйста, что за геометрическая фигура эта спираль? Спасибо, Саша. Очень интересный вопрос. Да, действительно, раковины некоторых моллюсков обладают спиралевидной формой. И улиток? Да, и улиток. Рассказывай о знакомым улиткам. Так что это такое спираль? Спираль – это кривая, которая огибает некоторую точку, делая вокруг нее бесконечное множество оборотов. Вот как она выглядит. Да, похоже на улитку. Это самый простой вид спирали, так называемая Архимедова спираль. Вы видите, что между витками Архимедовой спирали одинаковое расстояние. Кто ее придумал, Циркуль, как ты считаешь? Подозреваю, что Архимед. Ты прав. Архимед открыл ее в третьем веке до нашей эры. А еще какие спирали бывают? Их множество. Но, безусловно, самая замечательная спираль, так называемая логарифмическая. Вот как она строится. Вы видите, что, в отличие от Архимедовой, размер ее витков постоянно увеличивается. А кто эту спираль придумал? Рене Декарт. Но наибольший вклад в изучение логарифмической спирали внес великий швейцарский математик 17 века Якоб Бернули. Именно его считают отцом этой замечательной спирали. Он дал ей название «спиромирабелис», что в переводе с латинского означает «удивительная спираль». Бернули был так ей увлечен, что даже попросил Каменотеса выгравировать эту спираль на своей гробнице. Но, к сожалению, Каменотес не разбирался в математике и по ошибке изобразил спираль Архимеда. А чем же она удивительна, спираль этого Бернули? Очень многим. Но прежде всего тем, что она встречается повсюду в природе. Ты имеешь в виду ракушки? Да, и ракушки в том числе. Еще такую форму имеют ураганы, смерчи и штормы. Если посмотреть на них сверху, видно, что каждое такое явление природы состоит из одной или нескольких логарифмических спиралей. И правда, архиепетекающе! Логарифмическая спираль часто встречается и в растительном мире, в подсолнухах, ананасах, ромашках и даже в сосновых шишках. Семена в них расположены в виде множества логарифмических спиралей. Архиепетекающе! Буду изучать шишки, прежде чем их грызть. И правильно! Но это еще не все. Логарифмические спирали есть и в космосе. Это я профессор Астрову рассказал? И где же там спирали? Самый распространенный тип галактик – спиральные. И наша галактика тоже спиральная. То есть космос буквально наполнен логарифмическими спиралями. Архиепетекающе! Математика повсюду! Да, Циркуль. А теперь попробуй-ка решить мою задачку. Задачка у нас на этот раз из области практической геометрии. Представим, Циркуль, что нам неизвестно теорема Пифагора. Не представил. Что дальше? А нам нужно измерить диагональ, скажем, вот этого параллелепипеда при помощи линейки. Как это сделать? Какую диагональ? Главную. То есть проходящую насквозь, допустим, через вот этот вот верхний и вот этот вот нижний углы параллелепипеда. Это невозможно без теоремы Пифагора. Ты же не сможешь никак засунуть линейку внутрь кирпича. В каком-то смысле могу. Смотри, Циркуль. Архипедитляюще. Как я не догадался. 25 сантиметров. А сейчас нам с вами пора прощаться. Дорогие мои друзья, присылайте ваши вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Или оставляйте их на нашем сайте радостьмоя.ру. Профессору Круглову. Пока. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова